Фон Бок Теодор, немецкий генерал-фельдмаршал Еще до начала Второй мировой войны Фон Бок руководил войсками, вторгшимися в Чехословакию. С началом войны он командовал группой армий «Север». Во время войны с Польшей Фон Бок руководил захватом Бельгии и Нидерландов. Фон Бок возражал против нападения на Советский Союз, но когда решение было принято, он возглавил армию «Центр», осуществлявшую удар на главном направлении. После провального нападения на Москву его посчитали главным ответственным за эту неудачу в немецкой армии. Фон Бок отличался крайне независимым характером, он неоднократно конфликтовал с Гитлером. Летом 1942 года он выступил против решения фюрера разделить группу армий «Юг» на два направления – «Сталинградская» и «Кавказская». Он был отстранен от командования и отправлен в резерв. За несколько дней до окончания войны Фон Бок погиб при авианалете. Фон Рунштенд Карл Рудольф Герт – немецкий генерал-фельдмаршал. К началу Второй мировой войны генерал Фон Рунштенд был уже в отставке. В 1939 году Гитлер вернул его к службе. Фон Рунштенд стал главным разработчиком плана нападения на Польшу под названием «Вайз» и командовал армией «Юг». Затем он возглавлял армию «А», сыгравшую ключевую роль в захвате Франции, а также разрабатывал неосуществленный план нападения на Англию. Сначала он возражал против плана «Барбаросса», но после нападения на Советский Союз возглавил армию «Юг». Своей армией он захватил Киев и другие крупные города на юге страны. Рунштенд нарушил приказ фюрера и во избежание окружения отвел войска от Ростова-на-Дону, за что был отправлен в отставку. После войны фон Рунштенд, благодаря заступничеству англичан, избежал трибунала и участвовал в нем только в качестве свидетеля. Фон Манштейн Эрих Немецкий генерал-фельдмаршал Манштейн считался одним из самых сильнейших стратегов Вермахта. В 1939 году он был начальником штаба группы армий «А». Сыграл ключевую роль в успешной разработке плана нападения на Францию. В 1941 году Манштейн с армией «Север» захватил Прибалтику. Готовясь к наступлению на Ленинград, был переброшен на юг. В 1941 году 11-я армия под его командованием захватила Крымский полуостров. А за взятие Севастополя Манштейн получил звание генерал-фельдмаршал. Затем Манштейн командовал армией «Дон» и пытался вызволить из Сталинградского котла армию генерала Паулюса. Потерпев поражение в Корсунь-Шевченской битве, Манштейн отступил и тем самым спас часть армии. После этого ушел в отставку. После войны был осужден на 18 лет, но уже в 1953 году вышел на свободу. Гудериан Хейнс Вильгельм Немецкий генерал-полковник, командующий бронетанковыми войсками. Гудериан – один из главных теоретиков и практиков Блицкрига – молниеносной войны. Ключевую роль он отводил танковым подразделениям, которые должны были прорываться в тыл противника и выводить из строя командные пункты. В 1939-40-х годах в боях против Франции и Польши тактика Блицкрига полностью себя оправдала. Гудериан был на высоте, он получил высокие награды и звание генерал-полковник. Однако в 1941 году в боях против Советского Союза его тактика дала сбой. Танковые войска Гудериана в бою под Москвой понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить. Он был отправлен в резерв, а впоследствии занимал должность генерал-инспектор танковых войск. Гудериану не было предъявлено обвинение в военных преступлениях, свой век он доживал в написании мемуаров. Ромель Эрвин Иоган Йоген Немецкий генерал-фельдмаршал, получивший прозвище Лис Пустыни, отличался большой независимостью и склонностью к риску. В начале Второй мировой войны участвовал в польской и французских компаниях. Однако основные его заслуги связаны с военными действиями в Северной Африке. Ромель возглавлял африканский корпус и помогал итальянским войскам в бою с англичанами. Вместо того, чтобы укреплять оборону, Ромель с малыми силами шел в наступление и одерживал важные победы. Впоследствии он воевал в Италии и пытался совместно с Рунштендом остановить высадку союзнических войск в Нормандии. В 1944 году Ромель принял участие в заговоре против Гитлера. За несколько дней до покушения на Гитлера был тяжело ранен. После провала покушения и раскрытия заговорщиков, Ромелю, в отличие от других офицеров, дали возможность застрелиться.